Вот два вопроса таких стратегических. Хотелось бы услышать прогнозы Кирилла насчет войны. Всегда лучше услышать мнение участник, а не диванного аналитика. Вот твое ощущение войны, в каком направлении она движется? Есть ощущение того, адекватное, что происходит в тылу? Очень сложно делать прогнозы тут, потому что любой прогноз, какой бы ты ни сделал, сейчас хоть скажи, как Крестович, через две недели все закончится, хоть скажи, как Кондратенко, что война на годы. Любой прогноз будет популярен, интересен, имеет право быть, и никто точно не знает, потому что ты не залезешь ни в голову Путину, ни... Тем более я не в генеральном штате. По ощущениям мы на пороге грандиозного какого-то шухера, причем независимо от того, я думаю, что не так быстро, как планируют, то есть не июль, начало августа, но где-то с середины августа по середине сентября пойдут какие-то очень серьезные процессы. Либо, как говорят наши, что это будет все-таки критическое количество, необходимое для наступления техники по Ленд-Лизу, и мы перейдем в наступление на тот же Херсон, отодвинем их от Харькова, выйдем к границам и займемся Донбассом вплотную. Такой сценарий есть. Россия, естественно, будет сопротивляться очень жестко. Либо Россия, потому что Путин, насколько я слышал, 15 числа сказал, что по крайней мере Донбасс вы должны мне отдать до 11 сентября, и мы проводим референдумы. То есть, либо они попрут наступление любой ценой. Поэтому видим, что по команде Шойгу они устроили ужесточение везде, но за Донецкую область они будут биться, это цель номер один. Почему? Потому что, опять-таки, по разговорам, и наши разведосы говорят, и люди, которые просто разбираются, что Лука отбился, ну, Лукашенко отбился от необходимости сразу вступать в Украину, но к войне он готовится, готовится плотно. То есть, там, на самом деле, в белорусской военной форме уже щеголяет, наверное, процентов 70-80 российских военных переодетых, которые готовы заходить. Но заходить они будут на второй фазе спецоперации, так называемой. То есть, первая фаза — это взятие Донбасса. Путин радостно высовывается в зомбоящик и говорит, первая фаза спецоперации успешно закончена, переходим к геноцификации. И Лука заходит со своей стороны, оттягивая нас, а у Путина, но если залезть в эту больную голову и представить, что ему нужно. Ну, он уже понимает, что он не может захватить всю Украину. Он не может захватить даже все его бережье, а если бы теоретический смог, он не сможет его удержать. Потому что в лучших традициях УПА начнется рельсовая война, коммуникации, вот, будем воровать танки и все прочее. И поэтому нужны переговоры России. Нужны переговоры и какой-то компромисс, чтобы потом снимать санкции, договариваться с Западом, прекращать эту жесть свою. Но переговоры они привыкли вести с позиции силы. И теперь смотрим трезво, потому что там хватает, в принципе, тоже не идиотов, как заставить Украину вести переговоры и идти на компромисс. Ни взятие Херсона, ни удары по Харькову, ни удары по Днепру нас не заставляют уступать. Мы только злимся и сопротивляемся. Теоретически, если они возьмут Одессу и Харьков, все равно Украина будет сопротивляться. Единственный рычаг давления, который можно использовать, чтобы Украина пошла на компромисс и Запад пошел на компромисс, это угроза непосредственно Киеву. Только так. Поэтому я вижу по логике вещей, я не знаю, как это делать. Я понимаю, что мы готовы к обороне, это не февраль месяц. Но я понимаю, что у Путина нет другого сценария. Только жесткое наступление на Киев, окружение Киева или выход на позиции штурма, и тогда можно что-то диктовать. И нам, и Брюсселю, и Лондону, и Вашингтону. Только в этой ситуации. Поэтому он должен пойти на Киев. У меня наши побратимы из нашего подразделения, из другого. Есть военные чаты, есть встречи, общения. И ребята говорят, мы ждем. Мы ждем по разным местам, по разным позициям. Там державна тайныца, где и кто стоит. Но ждем так, что и Батька, и Путин умоются кровью 10 раз по пути и не дойдут. Но с другой стороны, я вижу, что им надо дойти. У них нет других вариантов. Дальше закидывать ракетами бесполезно. Украина не уступает. Поэтому плохой сценарий. Я ожидаю, что все-таки, условно говоря, 1 сентября плюс-минус 2 недели. Это жесткая активация. Либо мы идем на наступление, начинается заруба по нашей инициативе, либо они идут. Так или иначе, это будет какая-то жизнь.